И сейчас к прямому эфиру проекта Freedom присоединяется Андрей Небытов, начальник главного управления национальной полиции в Киевской области. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Ну вот уже три недели, как российской армии нет в Киевской области. Все это время ведется работа по разминированию. Расскажите, пожалуйста, каковы успехи? Вы знаете, что основные пути Киевской области остаются необследованные территории. Как правило, они находятся в лесах, в грудовых дорогах, в проселочных дорогах. Это заброшенные здания и в том числе это места общественного пользования, к сожалению, такие, как и кладбища, где оккупанты при отступлении оставили много взрывоопасных, в кавычках, сюрпризов для нашего гражданского населения. То есть мы тут видим, показалось им мало того, что убитых сколько людей, расстрелянных, намученных, застрелянных впритык, фактически в голову. Они еще и поставляли взрывоопасные сюрпризы. Мы проводим каждый день эту работу, она длится 24 на 7, работают, как и пиротехники. Государственная служба чрезвычайных ситуаций, так и взрывотехники национальной полиции Украины. Стараемся это сделать как можно быстрее, но опять же повторюсь, что работы очень много и разминирование будет еще длиться очень длительный период времени. Тут гражданам необходимо соблюдать все те рекомендации, которые дает национальная полиция и спасатели, чтобы не подвергать себя опасности. Не трогать предметы, взрывоопасные предметы или неизвестные, а ждать специалиста, вызывать и ждать до полного обезвреживания. Андрей Анатольевич, ну вот смотрите, каждый день в Киеве звучит воздушная тревога. Об этом сообщает Киев цифровой. Мы порой слышим эти взрывы в городе. Расскажите, пожалуйста, существует ли какой-либо график обезвреживания найденных взрывоопасных предметов? И, возможно, есть ли где-то какая-то отдельная группа в Телеграме или в Фейсбуке, где жители Киева и Киевской области могли бы узнать о предстоящих взрывах разминирования? Чтобы они просто не пугались. Да. Значит, эту информацию владеет государственная служба чрезвычайных ситуаций. К ним можно обратиться за этой информацией. Я хочу сказать, что большинство неразорванных мин, снарядов их собирают и уничтожают централизованно в определенных местах, барьерах и так далее. Но есть, допустим, растяжки или мины, или бомба, как недавно была в Арбине, которую транспортировать очень опасно. То есть, как для спасателей, так и для окружающих. Поэтому, как правило, принимается решение пройдет взрыв на месте. Поэтому сложно предупредить. Полиция здесь оказывает свою помощь. Мы оцепляем периметр, уведомляем всех людей, эвакуируем с территории возможного поражения и производится взрыв на месте. Тяжело в этот период времени предупредить всех людей. Оно, парад централизованное, уничтожение их собранных боеприпасов. Конечно, можно получить информацию в Государственной службе о чрезвычайных ситуациях. Скажите, вот последняя страшная цифра, которую вы озвучивали. 1084 человека погибли в Киевской области. Поступает ли в полицию новая информация о братских могилах? Или знаете, о каких-то захоронениях, когда люди не могли дойти до кладбища и прямо во дворе хоронили убитых? Так, к сожалению, поступает. И мы об этой цифре с вами говорили огромным счетом. Вчера, или я ее заявлял, на сегодня уже больше 1100 убитых гражданских людей, которые не имели отношения к военной службе. Напомню вам, что от 50 до 70% этих людей, согласно первичного осмотра нашим экспертам и следователям, убиты со стрелкового оружия. Или это автоматическое оружие, либо снайперская винтовка. Чем больше людей будет возвращаться в свои дома, в частные секторы, будет смотреть в подвалы, заброшенные помещения, в сараи, в колодцы, к сожалению, по территории, я думаю, мы еще будем определенный период времени находить вот такие вот временные захоронения. Мы стараемся максимально быстро собрать всю эту информацию, но, к сожалению, очень много людей отсутствует. Но работаем максимально 24 на 7, работает 300 оперативных следственных групп, работают следователи и национальной полиции, главного следственного управления, и государственного бюро расследований, и СПУ, и работает генеральная прокуратура, и следователи, соответственно, Киевской области и Киева. Мы максимально стараемся быстро собрать всю картину, следовую картину совершения преступлений армии Российской Федерации и сделать это с максимальным эффектом, чтобы возможность была использовать это в международном криминальном суде. Андрей Анатольевич, а вот всех людей, которые были похоронены на территориях дворов, огородов, будут эксгумировать и проводить перезахоронения? Или родственники имеют право оставить могилу на территории двора? По процессу нельзя их оставить, эту могилу на территории двора, ввиду того, что тело обязательно должно быть исследовано судебно-медицинским экспертом, соответствующим мерзким. Потому что причина смерти очень важна как в процессуальном плане, так и для людей, чтобы понимать, от чего умер тот или иной человек. Поэтому процесс эксгумации, если это можно так назвать, с временных захоронений людей, он обязателен. Исследуем, это недолгий процесс, после соответствующего исследования судебно-медицинским экспертом, который дает разрешение на захоронение, передается тело близких. Если же лицо у нас не установлено, естественно, делается полная опись, берется за образцы ДНК, помещается в общую базу, и дальше уголовный розыск работает над установлением личности погибшего. Но вот вероятно, что до сих пор находят тела и российских солдат Киевской области. Их хоронят или каким-то образом сохраняют для дальнейшей передачи родственникам? Значит, по военнослужащим абсолютно согласно распределению функций и согласно законодательству занимается исключительно армия Збройных сил Украины. Они, значит, работают с телами погибших российских солдат. Мы занимаемся полицией в части погибших мирных граждан, гражданского населения, которые убиты с оружием, либо в результате архивистских обстрелов. Андрей Анатольевич, ну и еще один маленький вопрос. Скажите, в каком режиме сегодня ночью и завтра будет работать полиция области? И какие существуют ограничения для жителей области? Сегодня мы уже давно работаем в усиленном режиме. Для людей хочу сказать, что каждое культовое заведение у нас будет под усиленной охраной. Мы понимаем свою долю ответственности и возможность провокации со стороны определенных групп людей. Возможно, и влияние от России на своих каких-то агентах. Целью дискредитировать празднование этого святого дня. Есть у нас комендантский час, принятый соответствующим оперативным штабом. Он продлится с сегодняшнего дня с 23 часов до 5 утра. В этот период времени прошу людей не выходить на улицы. Со всеми руководителями культовых сооружений проведено совещание. Все они знают о том, что принимать людей нельзя. Они не будут принимать и не будут нести богослужение в закрытых рамах. Для удобства будут организованы онлайн-трансляции. С 5 утра, пожалуйста, всех, кто имеет желание, прийти осветить продукты, совершить соответствующий церковный обряд, то все это будет возможно сделать. Мы надеемся, что силы полиции, силы гражданских формулай и других сил, в том числе и ваннослужащих, я вам хочу сказать, нам хватит, чтобы обеспечить безопасность и предупредить все провокации. Андрей Анатольевич, спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо, что нашли время для проекта Freedom. Напомню нашим зрителям, что глава полиции Киевской области Андрей Неботов был с нами в прямом эфире. Продолжение следует...